Да. Да, да я уже в кафе. Вот столик занял. Так что жду. Любимая, давай ты сама приедешь и закажешь то, что ты хочешь. А то я опять возьму что-нибудь не то. Всё, жду. Целую. Кать! А я смотрю и думаю, ты или не ты. Я? Слушай, как дела? Сто лет не виделись. Отлично выглядишь. Мам, ну пошли уже. Твой сын? Да. Как зовут? Славик. О, большой такой. Сколько лет? Семь. Как такой может быть? Денис, извини, нам надо идти. Подожди. Он что, от меня? Славик, пойдём. Куда смотришь? Денис был успешным предпринимателем и уже 4 года находился в счастливом браке. Однако недавно он встретил бывшую девушку Катю, с которой встречался 8 лет назад и стал подозревать, что она родила от него ребёнка. Денис хотел разыскать Катю и выяснить правду, однако не мог её найти. У нас года два были серьёзные отношения, потом всё как-то само собой развалилось. Не знаю, наверное, поняли, что не подходим друг к другу. Стали реже видеться, созваниваться, потом всё само собой на нет сошло. Ваша встреча была не случайной. Судьбой была начертана. Это я точно вижу. Ну, это прекрасно. Так у меня жена есть. Как я ей про ребёнка расскажу? Хотя я не уверен, что он мой. А почему же с женой детей не завели? Ну, у Ларисы патология по женской линии и... В общем, она забеременеть не может. Мне из-за этого ей вдвойне сложнее про сына рассказать. Нет, понятно, что я не изменял ей ребёнок от прошлых отношений. Ну, каково ей будет. Она родить не может, а у меня, оказывается, уже есть сын. Я хочу знать, сын Кати точно от меня или нет? Может, я просто себе это придумал? Руку дай. Что-то не так? Плохо всё, как в тумане. Что это значит? Много я тебе сказать не могу. Однако ясно вижу, что с мальчиком тебе общаться надо. Не бросай его. Выходит, он мой? Правильно я понимаю? Это ты скоро сам узнаешь. Вижу тебя на распутье. Как решишь, так твоя жизнь дальше и сложится. А судьба этого мальчика будет в твоих руках. Слушайте, ну я же не против общаться. От ребёнка отказываться не собираюсь. Только где мне Катю искать? По-прежнему адресу её нет. Я ездил, даже соседи не знают, куда она переехала. Аня, принеси карту. Тут я тебе помогу. Вот бабушка. Смотри внимательно. А адрес лучше запиши, чтобы не забыть. На следующий день Денис поехал по адресу, который дала ему бабушка, чтобы найти Катю и Славика. Как дела? Классно. О, как. Слушай, а где твоя мама? Вон идёт. Ты с мамой в футбол играешь? Ага. Снова привет. Не знал, что ты футболом увлекаешься. Очень смешно. Что ты здесь делаешь? Я к тебе пришёл. А как узнал, где я живу? Это не имеет никакого значения. Добрые люди помогли. Давай поговорим. Я не понимаю, о чём нам с тобой разговаривать. О Славе. Ведь это мой сын. Да? Если так, то я хочу с ним видеться. Ты можешь не говорить мне правду, но поверь, я всё равно всё узнаю. Слава, на, иди пока, поиграй сам. С чего ты взял, что Слава твой сын? По срокам всё сходится. А потом я же вижу, он похож на меня в детстве. Почему ты мне раньше о нём ничего не говорила? Я тебя чем-то обидел? Слушай, даже если и так, то это не повод скрывать сына от отца. Что бы я ни сделал, извини. Мне очень жаль. Хорошо? Можно я буду вас навещать? Не уверена. Не уверена, что это хорошая идея. Тебя не было восемь лет. Он тебя вообще никогда не видел. Представь, каково это для ребёнка. Мы можем не говорить, что я его отец. Пока. А? Я буду просто приезжать, помогать. Как друг. Что скажешь? Я не знаю. Я тебя очень прошу. Ладно. Слав! Прошло две недели. Денис стал регулярно видеться со Славиком. О том, что у него, оказывается, есть сын, Денис жене не говорил. Он ждал удачного момента и разрывался фактически, живя на две семьи. Сервис, что-то машина стала подводить. Так вчера ездили, все нормально было. А сегодня стала глохнуть. Представляешь, один раз прямо на перекрёстке встала. Так, может, завтра отвезёшь? Ты представляешь, какие там очереди на сервисе. Там на неделю вперёд всё расписано. Это хорошо, что сейчас окно появилось. И во сколько ты вернёшься? Не знаю. Ну, как починят, так и приеду. У тебя как на работе дела? Да устала очень. Прям снуковались. Возьми выходной. Давно пора. Начальник новый не могу пока. Пусть устаканится всё потом. Хорошо. Беги, отдыхай. Я постараюсь поскорее. Давай. В тот вечер Денис собирался в очередной раз навестить Славика и купил ему подарок. Тебе подарок. Держи. Класс! А ты любишь рыбалку? Не знаю. Как, ты никогда не был на рыбалке? Нет. Хочешь, поедем. Маму возьмём. Славик, а ты пойди пока поиграй сам, хорошо? Нам с Денисом надо поговорить. Давай. Что за разговор? Ты кое-что не знаешь про Славика. Я не хотела, чтобы ты с ним общался, потому... Я обидел чем-то, да? Нет. Дело не в тебе. В общем, Славик болен. У него подозрение на аутоиммунное заболевание. Что это значит? Он может умереть. И ничего нельзя сделать? Нужно дорогое лечение с долгой реабилитацией и непредсказуемым результатом. В общем, теперь, когда ты всё знаешь, я пойму, если ты уйдёшь. Что ты такое говоришь? Я не брошу Славу. Я не брошу своего сына. Слышишь? Слышишь? Мы его вылечим, мы что-нибудь придумаем. Поняла? Только нашёл сына, и тут же могу его потерять. Где справедливость? Бабнин. Неужели он так сильно болен? Как такое может быть? Он ведь маленький ещё совсем. У тебя с собой фотография сына есть. Дай мне. Не врет мать Славика. Мальчику и правда. Серьёзное лечение нужно. И помочь ему можешь только ты. Я всё, что могу, сделаю. Но это не всё. Тумана всё ещё много вокруг тебя. И с каждым разом он всё гуще становится. Аня, постой. Да, бабушка. Дай гостю луковицу. Что-нибудь ещё? Нет, ступай. И зачем мне лук? Эту луковицу в стакан с водой положи. И как она прорастёт? В ящик комода, где жена бельё хранит, загляни. Шутите? Зачем? Мне не хватало ещё только в женском белье рыться. Так надо. И помни, только как луковица прорастёт. Вижу, правда тебе тогда откроется, которую ты давно знать должен. Ясно? Хорошо. Сделаю всё, как вы сказали. Вот и молодец. А теперь ступай. Тем же вечером Денис поставил луковицу на самое видное место, чтобы не пропустить тот момент, когда она прорастёт. А чем это ты тут занимаешься? Любой из своей коллекции. А зачем тебе луковица? Это уже что-то новенькое. Ты, наверное, решил заняться с удовольствием. А почему бы нет? Ну, как-то странно. Ты просто поставила её в спальню, а не на кухню. Так надо. А знаешь, что надо мне? Я уверен, что ты своё получишь. Ну, кто так поздно звонит? Коллега. А твой коллега на время смотрел? Да. Денис привить, пожалуйста. Сейчас зачем? Вы на время смотрели? Что я жене скажу? Извини, пожалуйста, но Славе стало очень плохо. Я не знаю больше, кому позвонить. Ладно. Ладно, скоро буду. Что случилось? Товар на таможне застрял. Я Кириллу доверенность выписал, чтобы он забрал. А он загулял в командировке и просрочил. Ну что, нельзя до утра подождать? Ты думаешь, мне самому всё это нравится? Если сейчас я не разберусь, то товар просто арестуют. Я бы на твоём месте Кирилла уволила. Я подумаю над этим. Подумаю. Прошла неделя. Славика положили в больницу. Денис оплатил в частной клинике его лечение и все необходимые анализы. Денису приходилось скрывать эти траты от жены. В тот день Катя и Денис вместе навещали сына. Денис, видя, как расстроена Катя, предложил подвезти её домой. Так что я всё для вас сделаю. Спасибо. О нас никто никогда так не заботился. Кать, не надо. Извини, я не знаю, что он у меня нашло. Ты женат, а я веду себя как... Всё хорошо. Давай просто забудем про это. Денису был приятен поцелуй Кате. В последнее время они проводили много времени вместе. И его всё больше влекло к ней. Однако Денис был женат и не хотел изменять супруги. Прошло несколько дней. В тот вечер Денис вернулся с работы и заметил, что луковицу, которую давала ему баба Нина, проросла. Как и советовала бабушка, Денис сразу же решил заглянуть в комод, где его жена хранила бельё. Денис был шокирован тем, что там обнаружил. Что это такое? Я не знаю. А где ты это взял? Дуру из себя не строй? Или ты думаешь, что я идиот? Это противозачаточные таблетки. Я нашёл их у тебя в белье. Что они там делали? Я не знаю. Не ври мне. Ты мне говорила, что не можешь иметь детей. А сама пила противозачаточные. Как это называется? Я просто была не готова. Вот оно как оказывается. Зачем тогда врала? Не кричи, пожалуйста. Не указывай мне, что делать. Просто ты хотела детей, и я не могла тебе отказать. И тогда решила врать. Извини. Я просто не знала, что говорить, и как перед тобой объясняться. Если бы я сказала тебе правду, то ты стал бы меня уговаривать. Поэтому я выдумала болезнь. А потом бы я сказала, что я излечилась. Или произошло чудо. И ты стал бы меня любить сильнее. Я тебе доверял. Я хотел полноценную семью. А ты? Денис, пожалуйста, не уходи. Я тебя очень люблю. Почему-то я этого больше не чувствую. Прошла неделя. Денис ушел из дома и все это время жил с Катей. Он больше не чувствовал обязательств перед женой. А потому не должен был скрывать своих чувств к бывшей девушке. Меня с Ларисой больше ничего не связывает. После того, как я узнал, что она меня обманывала все время. Тем более. Хочешь, я с ней разведусь? А ты сам? Сам этого хочешь? Если тебе будет легче, я могу завтра же подать заявление. Для меня теперь самое главное – это вы с сыном. Славик, не спрашивал, почему меня сегодня не было? Я сказала, что ты работаешь. Я сегодня не мог вырваться. На работе просто завал. Да, ты не переживай, он не обиделся. Врачи говорят, что он идет на поправку. Так что скоро он приедет домой. Это же прекрасная новость. Слушай, а когда мы ему скажем, что я его папа? Давай сразу после выписки. И я вас по этому поводу приглашу в кафе. Денис был счастлив с Катей и уверен, что дальше у них все будет хорошо. Прошло еще несколько дней. Славик все еще был в больнице, но его обещали выписать со дня на день. Денис жил у Кати и игнорировал многочисленные звонки и сообщения жены. Приехав в этот день с работы, Денис увидел Катю, которая ругалась с незнакомым мужчиной. Ты кто такой вообще? Я хочу увидеться с ребенком. С какой это стати ты к нему никакого отношения не имеешь? Мы еще вернемся к этому разговору. Кто это такой? Сумасшедший какой-то. Идем домой. Катя, Катя, скажи мне правду. Слава мой сын. А с чего это ты вдруг засомневался? На ком сновании? Этот мужик хочет видеться со Славой. Я говорю тебе, чокнутый какой-то. Тогда ты, наверное, не будешь против, если мы сделаем анализ ДНК. Ты все-таки меня обманывала, да? Слава не твой сын. Зачем ты мне врала? Потому что мне были нужны деньги на лечение Славы. Больше я не могла их взять нигде. А то ты сам вдруг решил, что он от тебя и стал помогать. Денис! Денис, прости! Чувствую себя идиотом. И жена врала, и Катя обманывала. А я всем верю, болван. А им только деньги мои нужны. Человек-то доверчивый. Но это неплохо. Как сказать? Что мне теперь делать? Я ведь привязался к Славику. А меня, выходит, просто использовали. Это ведь вы мне посоветовали со Славой общаться. Вы что, не знали, что он не мой сын? Знала. Почему тогда сразу не сказали? Вы, выходит, тоже меня обманывали? Ложь разная бывает. Светлая и темная. Если бы ты не помог мальчику, было бы плохо. Вижу, беда бы случилась. Только ты мальчика спасти мог. А то, что обмана много вокруг, ты сам виноват. Что же я сделал такое? Ты дома бабочек хранишь. Есть такое? Ну, есть. Я мотыльков коллекционирую. А что? А то, что это примета плохая, бабочка или мотылек дома, это к обману. Первый раз такое слышу. Ну, теперь знаешь. Вынеси их из дома, и тогда правда, что вокруг тебя скрыто, сразу явной станет. Куда ж я их дену? Не выкину же. Я их со школы собираю. Руку дай. Отдай их в то кафе, где ты свою Катю увидел. Лучшего места для них не найдешь. Ну, не знаю. Я тебе все сказала. Дальше решай сам. Прошло несколько дней. Денис жил в отеле и не хотел видеть ни жену, ни бывшую девушку Катю. Единственное, что хотелось Денису, это увидеть Славика. Как ты меня нашла? Как ты меня нашла? Ну, ведь ты же не признался, как меня нашел. Вот и я не скажу. Славу завтра выписывают. Как он? Благодаря тебе все хорошо. Он спрашивает о тебе. Что мне ему сказать? Не знаю. Сама думай. Или до этого момента ты не придумала, как выкрутиться. Я не хотела. Я не хотела тебя обманывать. Но ты меня тоже пойми. Слава мог умереть. Надо было просто мне все рассказать и попросить о помощи. А ты бы стал помогать чужому ребенку? Наверное. Не знаю. Вот и я не была уверена. Тебе еще что-то нужно от меня? Тетя заболела? Или, может, бабушка? Ну, зачем ты так, а? Тем же вечером Денис приехал домой, чтобы забрать свои вещи. Мне сказали, что ты ушел от своей любовницы. Правда, что тот мальчик не от тебя? И что теперь? Может, тогда останешься? Давай не будем рушить нашу семью. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю. Нет, не знаю. Если бы любила, то не врала бы. Ты ведь тоже меня обманывал и бегал к любовнице. У нас с ней тогда ничего не было. А это не важно. Врал ведь? Мы оба виноваты. Давай начнем все сначала. У нас ведь было все хорошо. Я не уверен, что я тебе смогу снова доверять. Это будет твой родной сын или дочка. Ты ведь этого хотел? Ты ведь была не готова. А я все осознала и поняла, что была не права. И как для тебя это важно? На следующий день Денис все же решился избавиться от своей коллекции мотыльков, как и велела баба Нина. Денис был шокирован, когда увидел в кафе свою жену с тем самым мужчиной, которого считал настоящим отцом Славика. В тот момент Денис стал догадываться, о какой правде говорила ему бабушка. На работе устаешь, значит? Денис, я это... Это случайность? А как ты тут оказался? Это ты мне расскажи. А тебя я уже видел. У дома Кати. Ты отец Славика? Нет. Андрей. Да ладно, все равно спалились и уже не отмажемся. Зачем ты к Кате приходил и ребенка требовал? Это я все устроила. Просто я когда узнала, что у тебя сын, и ты можешь от меня уйти, я попросила Андрея, чтобы он скомпрометировал эту Катю. Ну, будто это не твой ребенок. Да я эту Катю в первый раз вообще видел. Когда она меня увидела, она в шоке была. А ты откуда узнала, что Славик не от меня? А я ничего не знала. Просто все само собой как-то удачно сложилось. И давно вы с Ларисой встречаетесь? Ну, год или полтора вроде. Да, Ларис? Помолчи, пожалуйста. Зачем ты со мной жила? Умоляла, чтоб вернулся. Да из-за бабок что-нибудь, понятно что ли. Ну, заткнись ты. Понятно. Ты поэтому от меня и детей не хотела. Потому что только деньги мои нужны были, да? Нет. Потому что не любила. Кафе украсьте, девушка. Прошло несколько дней. Папа. Денис и Лариса развелись. Денис вернулся к Кате и стал воспитывать Славика как родного сына. Спустя несколько месяцев после этого Катя забеременела и ждет от Дениса ребенка. Денис счастлив. Бабушка говорит, что нельзя держать в доме мотыльков и бабочек. Иначе счастье из этого дома упорхнет, а дом ложью наполнится. Да хватит! Не девочка уже! Место занимают, пылятся! Лучше на работу устройся, все равно никуда не поступишь. Да почему не поступлю? Я же должна нормальный бал получить, я не троечница. Ну это мы посмотрим, как ты экзамены сдашь. А пока только одни разговоры. Тебе уже восемнадцать лет, все равно надо работу искать. На случай, если не поступишь. Не будешь же ты дома сидеть бездельничать. Почему не поступлю? Папа, скажи ей. Не, Алиса, мама права, надо подстраховаться. Ну столько хлама нас собирала, а! Уноси! Алисе было восемнадцать лет. Она жила вместе со своими родителями. Алиса собиралась поступить в институт, но родители в нее не верили и заставляли искать работу. Кем пойти работать, Алиса не знала. Ей казалось, что у нее есть время, чтобы определиться. Алиса не понимала, что делать и написала мне письмо с просьбой о помощи. Бабушка от вас разговаривает. Присаживайтесь. Добрый день. С сердцем разу, успокойте. Боже, сердце не разу. Все можешь уносить. Хорошо, бабушка. Это Алиса, я про нее рассказывала. Здрасте. Вижу, с родителями у тебя проблемы. Мама на меня взъелась, а папа ее поддерживает. Самостоятельности от тебя хотят, а ты противишься. Да потому что они меня работать заставляют, а я в институт хочу поступить. Вот написала госэкзамен, жду результатов. По баллам должна пройти, а мама в меня не верит. Они меня с папой на работу гонят, а я не знаю, куда идти. Зачем, если я учиться буду? Когда мне работать? И вот что мне делать? Вижу, в институт в этом году ты действительно не поступишь. Только на следующий год учебой сможешь заняться. Да что вы такое говорите, бабушка? Я же нормально учусь, и экзамен вроде хорошо написала. Результатов я пока не знаю, но чувствую... Не тараторь. Я что вижу, то и говорю. У тебя недавно оберег пропал. Нет, какой еще оберег? Ничего не пропадало. Игрушка деревянная. Но мы ссорились с родителями, они все мои игрушки выкидывали. Свистулька там была одна. Старая, деревянная. Это и был оберег. Теперь, из-за того, что ты без него осталась, неприятности тебя ждут. Потому и не поступишь. Найти тебе эту игрушку надо, иначе быть в беде. Где я ее найду? Папа все игрушки выбросил на помойку. Руку дай. Возле твоего дома кафе недавно открылось. Да, точно. Вот тогда работать и иди. Кем? Официанткой. Вижу, там тебя удача ждет. А на следующий год снова учиться станешь. Да вы что, тоже у меня работа. Официанткой точно не пойду. Тарелки подавать не буду. Дело твое. Ты спросила, я ответила. Но что бы ты ни выбрала, ни с кем отношения не начинай, пока оберег не найдешь. Жизнь какая-то. Я только время потратила. До свидания. Прошло две недели. Алиса действительно получила очень низкий балл и не смогла поступить в институт. Девушка очень переживала, а родители продолжали настаивать на том, чтобы Алиса искала работу. В ближайшем кафе, по совету бабушки, Алиса работать не захотела, а устроилась курьером в интернет-магазине. Девушка, а не подскажете, где улица Луговая? Нет, я не местная. Вот ведь. Я курьер, на доставку по адресу еду. А телефон сел и даже навигатором воспользоваться не могу. Вот знаю, что где-то здесь, а где? Ну, можно на моем телефоне посмотреть. Я, кстати, тоже курьер. Серьезно? А что разносите? Да разные гаджеты, наушники, флешки. В общем, по мелочи. Я же девочка. И очень симпатичная. Вот, это за углом. Ой, как хорошо, что я тебя встретил. Кстати, ничего, что на «ты». Меня Вадим зовут. Алиса. Дальше сам найдешь? А может быть, ты меня проводишь, а я тебе кофе угощу. И цветочек подарю. Смотри-ка, какой шустрый. А как же доставка? А потом вместе отнесем. Вдвоем же веселее. Ну, хорошо, говорил. Пойдем. Прошло еще две недели. Алиса продолжала работать курьером и стала встречаться с Вадимом. Домой она приходила поздно. Что-то ты поздно сегодня. Заказов много было, устал. Ты вроде целыми днями по городу носишься. А толку я от этого не вижу. В смысле? Вроде и на работу устроилась. А денег в семью так и не даешь. У меня зарплата три копейки. Ну, мы с отцом тоже не миллионеры. Или как все, давай деньги в семью. Или живи отдельно. Ты взрослый уже. Не думала я маму, что ты меня будешь из дома гнать. Я же тебя мотивирую, дурочка. Отстань. Это сейчас тебе трудно. А как съедешь, станешь жить отдельно. Сразу приучишься к самостоятельности. Мне же потом еще спасибо скажешь. Спасибо, мамочка. Прошло несколько дней. Алиса продолжала работать курьером. И эта работа ей нравилась. Она весь день ездила по городу, а по вечерам встречалась со своим парнем Вадимом. Кроме этого, Алиса подружилась с менеджером своего магазина Машей. Держи. Твоя зарплата. Спасибо. Пересчитай. Как в аптеке. Не верится, что уже месяц прошел. Поздравляю. Родители, наверное, обрадуются. Это же твоя первая зарплата. Ага. А ты куда сейчас? Да пока не знаю. Домой идти не хочу. Там опять мама мотивировать начнет. Достала. Все хочешь, чтобы ты съехала? Ага. Ну куда мне съезжать-то? Серьезно. На эти деньги только что комнату общаги снять. Ну да. На эти деньги не разгуляешься. Нет, ну отец твой что? Не может за тебя заступиться? Мой бы батя не позволил меня на улицу гнать. Меня любит. Да мой отец тоже меня любит. Но здесь все на стороне матери. Типа мы с мамой желаем тебе добра. Так что в этот раз он во всем ее поддерживает. Я только не понимаю, что он так завелась. Мне как 18 лет исполнилось, так она все хочет меня ко взрослой жизни приучить. Все из дома гонит. Слушай, ну раз такое дело, можешь у меня дома пожить. Как это? А ты? Ну я все равно сейчас у парня живу, квартира пустует. Ну не знаю. Да ты не переживай. Я с тебя как с подруги много не возьму. Чисто символически. Тем же вечером Алиса собрала вещи и переехала к Маше. Ну держи. Считай, хата в твоем распоряжении. Слушай, я тебе прям очень благодарна. Да ерунда, я же все понимаю. Ну ладно, мне нужно бежать, парень ждет. Ты осваивайся, не стесняйся. Ну все, пока. Алиса была счастлива и на мгновенье подумала о том, что, возможно, ее мать была права. Самостоятельная жизнь определенно доставляла Алисе удовольствие. Алиса сразу же дала адрес своего нового жилья Вадиму. Пока Маша показывала Алисе квартиру, Вадим ждал в подъезде. Алиса не хотела, чтобы Маша знала, что она не одна. Эх, как круто. Квартирка-то простенькая, но разве это важно? Главное, мы можем теперь здесь встречаться. Да, я так счастлива. Ты у меня такая самостоятельная девочка. Прошло несколько дней. У Алисы все было хорошо. Она жила в квартире Маши и наслаждалась жизнью. Вроде все правильно. Как устроилась в квартире? Все классно, спасибо. Не шумишь там? У меня соседи очень привередливые. У кого? У тебя милейшие люди. Ну, хорошо, если поладили. Так, это тебе. Ничего себе, я такое дорогое еще не носила. Ну, уже месяц прошел. Ты у меня дома живешь. Я тебе доверяю. Спасибо, я не подведу. Осторожно, неси. Там за три смартфона почти 200 тысяч. Да ладно. Ну, тебе и ладно. В рюкзак положи. И все время на виду держи. Если ты мне дальше будешь давать такие товары, придется на рюкзак покупать замок. Ну, посмотрим. Заказчики просили как можно скорее. Они всегда просят. Хоть телефон за 50 тысяч, хоть флешку за 100 рублей. Ладно, я пойду, пока. Давай. Когда Алиса поехала доставлять заказ, с ней случилась неприятность. Эй, стой. Стой, дорогу не подскажешь. Мы тут заблудились немного. Эй, вы чего? Ты что, глухая? Чего несешь? Ничего. Я на дебила похож, что ли? Что вы мне... Эй, помогите, полиция! А-а-а! Рот свой закрой! Или по-плохому хочешь? А-а-а! Тогда не пикай, ясно? Побежали. Верните! Это не ваше! Я теперь денег магазину должна. Почти 200 тысяч. Где я их возьму? Перестань слезы лить. Не могу. Аня, принеси отвар Алисе, пусть успокоится. Вот только все налаживаться стало. И на тебе. А в полицию почему не обратилась? Вот выпить. Не хочу. Пей. Я пока еще никому не обратилась. Не знаю, что делать. У меня такое в первый раз. Может быть, вы что-нибудь посоветуете? А зачем? Ты моих советов все равно не слушаешь. Я тебе говорила, оберег найти, игрушку деревянную. Да выбросил отец игрушки. В чем вы говорите, где мне их искать? По помойкам рыться? Ты мне тут не кричи. А еще я тебе сказала, куда на работу устроиться. В кафе поблизости. И пока игрушку свою не найдешь, ни с кем отношения не заводить. Говорила? Ну? Вот тебе и ну. Ты меня не слушаешь, потому и в неприятности попала. Я к вам за помощью пришла. Мне на двести тысяч обокрали, а вы мне какую-то ерунду говорите. Оберег найди. И в полицию тебе надо идти. Это я ясно вижу. До свидания. Маша еще начальству ничего про ограбление не сказала. Меня подставлять не хочет. Просила просто найти двести тысяч и отдать за телефоны. Да уж. Где я их возьму? Да понятно, сумма немаленькая. А у тебя негде занять? Прикалываешься? Нет, конечно. Тогда точно придется в полицию идти, как мне один человек посоветовал. И что ты в полиции скажешь? Ну, расскажи все как есть. А ничего, что тебя два дня назад ограбили. И что? Так сразу надо было идти в полицию. А так, получается, тянуло-тянуло. А как начальство тебя прижало, так сразу в полицию побежало. Ну и что? Ну, представляешь, первый раз тебе доверяют дорогие смартфоны, и тут тебя якобы грабят. Не якобы. Ты что, мне не веришь? Ну, я-то верю. Я верю. Но поверит ли полиция? С трехкопеечными наушниками тебя никто не грабанул. А стоило доверить дорогие смартфоны, так сразу. Не. В полицию тебе не поверят. Сама себя под статью подведешь. Что тогда делать? Ну, попробуй занять у кого-нибудь из близких. У кого? Ну, у мамы, например. Мама не даст. Да, даст. Ты ее родная дочь, в конце концов. Объясни, скажи, так и так. Вы хотели, чтобы я была самостоятельная? Ну, а я вот и влипла. Поняла? На следующий день Алиса решила прислушаться к совету Вадима и поехала домой, чтобы поговорить с мамой. Алиса была шокирована, когда увидела свою мать в постели с другим мужчиной. Вот почему ты меня из дома гнала. Что тут делаешь? В гости пришла мамочка. Пока папа на работе, я смотрю, ты тут развлекаешься. Я тебе мешала, да? Ты меня не ко взрослой жизни приучить хотела, а чтобы я тебе квартирку освободила. Да нет же. Да? Пошел. Да иди уже. Алисочка, дочка, только папе ничего не говори. Почему это? Я папу люблю не меньше тебя. Ну, ты же не хочешь разрушить нашу семью. Ты бы лучше об этом подумала, когда этого мужика к себе в постель тащила. Я виновата. Еще бы. Обещаю, больше такого не повторится. Сама не знаю, что на меня нашло. Только о отцу ничего не говори. Хорошо. Только при одном условии. Да, конечно. У меня тут очень неприятная ситуация произошла. Можно сказать, беда. Ты в этом отчасти тоже виновата. В общем, мне нужно 200 тысяч. Сколько? Тогда я ничего не скажу. Алиса, ну это очень большие деньги. Нет, так нет. Ты что делаешь? Папе звоню. 200, так 200. У меня есть немного отложенных. Я уж и не думала, что ты деньги найдешь. Мне, можно сказать, повезло. Начальство уже хотело было полицию привлекать. Но ничего, ты как раз вовремя. Я им сейчас позвоню. И мы все проведем, как будто нам за заказ заплатили. А с клиентами что? Недовольным клиентам заказ повторим. Я им все это время лапшу на уши вешала. Просила подождать. Но курьером, конечно, кого-нибудь другого отправлю. Да уж, неприятно получилось. Ну, выкрутилась и хорошо. Слушай, я не знаю даже, как сказать. В общем, ко мне тут сестра приезжает. Ей жить негде. Ну ничего, мы вместе поживем. Она надолго? Да, и она с ребенком, так что вместе не вариант. Ты сейчас на что намекаешь? Ну, в общем, тебе придется съехать с квартиры. Ладно. И еще. Начальство сказало тебя уволить, когда ты деньги вернешь. Ну почему? Я же все вернула. Да ты пойми, я тут ничего не решаю. Но был инцидент и... Ну, сама понимаешь. Ты извини, мне нужно работать. Вижу, опять ты по-своему поступила. Да, по-своему. Но на работе я выкрутилась. Деньги мне мать дала, потому что я ее с мужиком застукала. Правда, с работы меня все равно уволили. И Маша из квартиры попросила. Короче, везде все плохо. И домой возвращаться не хочу. Противно. Не знаю, как отцу сказать, что мать ему изменяет. Может, и не надо? Как вы думаете? Ничего тебе предпринимать не стоит, пока оберег не вернешь. Да опять выброс свой оберег. Выбросил папу все мои игрушки. А ты его еще раз про них расспроси. Пока оберег не вернешь, ничего хорошего у тебя в жизни не будет. А как только он появится, так и ясность мысли придет. Сразу поймешь, как поступить правильно. Поняла? Ой, не знаю. Наверное. Тот оберег тебе мать подарила, когда ты только родилась. у изголовья поставила. Он тебя всегда охранял. Если деревянную игрушку у изголовья поставить, все беды человека стороной будут обходить. Это старинная примета. Она никогда мне об этом не рассказывала. Получается, мама дала мне и уберег, а потом сама же и выбросила. Странно. Не все в твоей жизни так, как думаешь. Пора тебе правду узнать. Вот, возьми. Этот сахарок в чайке и отца своего угости. Он тебе всю правду про ту игрушку расскажет. Ясно? Мой папа чай не пьет. А этот выпьет. И вот еще что. Тебе нужно еще раз на работу съездить. Сегодня. Когда темно станет. Зачем? Хорошо. Поняла. Надо, значит, надо. Сделаю теперь все, как вы велите. Спасибо. Тем же вечером, как только стемнело, Алиса по совету бабушки пошла к себе на работу. Алиса увидела, как Маша делила с каким-то парнем деньги. В нем девушка узнала того самого бандита, который ее ограбил. А ты что здесь делаешь? Вали отсюда! Что здесь происходит? Ты тупая, что ли? Да оставь, оставь ее. Все равно ничего не докажет. А вы откуда друг друга знаете, что происходит? Так, разбирайся с ней сама, а то я из-за себя не ручаюсь. Таких, как ты, у нас много было. Это он меня грабил, а еще с ним парень был. Да. Но только уже поздно рыпаться. Я сейчас в полицию позвоню. И ничего уже не докажешь. Ты что, думаешь, мы дураки? Вы что, это все вместе придумали? Ну, наконец-то. До тебя начало доходить. У нас старая схема. Новеньких курьеров, лапушков, уму разму учить. Как это? Новеньких курьеров мы сначала посылали по мелким заказам. Я с ними дружбу заводила. Ну, чтобы получше все узнать. Мало ли, может, тебя родные в полиции или прокуратуре. А потом давала им дорогой заказ и их грабили. Молодец. Какая же ты подлая! Рука к себе держи. А то тебя на носилках отсюда унесут. Каждый крутится как может. А зачем тогда в свою квартиру пустила? Ну, я же не зверь. Жалко мне тебя, дура, стало. Тебя вон мать как прессовала. Да и в доверие проще было втереться. Деньги верни. Какие деньги? Вали отсюда! Алиса чувствовала себя разбитой, когда узнала, как цинично ее обманули. Она вернулась домой и стала готовиться к поступлению в колледж. По совету бабы Нины Алиса снова спросила у отца про игрушки. Он ничего ей не сказал, а вечером принес те самые мешки с игрушками. Ты что, их не выбросил? Да, рука не поднялась. В гараже спрятал. Спасибо, папочка. Так, где же она? Ну что, уношу? Подожди. Я хотела тебя чаем угостить. Тибетский. Так я же чаю не пью, ты знаешь. Хотя, если тибетский, давай. Расскажи мне, папочка, про эту свистульку. Почему мне мама ее сначала подарила, а потом сама же и выбросила? Наверное, пора тебе уже правду знать. Как он? Дело в том, что Светлана, она не родная твоя мать. А эту безделушку подарила тебе твоя настоящая мама. Она умерла сразу после родов, как предчувствовала. А я женился на Светлане. Аж ну куда мне было с грудным ребенком деваться. И Светлана тебя воспитывала, как родная мать. И мы с ней договорились, тебе ничего об этом не рассказывать. я ей все рассказал. Да, я не твоя родная мать. Я тебя воспитала и вырастила. Но до 30 лет тебя тянуть не обязана. Я свой долг выполнил. Я не в претензии. Я вам очень благодарна. Но из дома я никуда больше не уйду. Буду к экзаменам готовиться. Как и говорила бабушка, после того, как Алиса вернула себе игрушку, она поняла, как поступить правильно. Алиса не рассказала отцу про то, что у мачехи есть любовник, но заставила ее с любовником расстаться. После этого Алиса устроилась на работу в кафе недалеко от дома. Она встречается с Вадимом и готовится к поступлению в колледж, чтобы стать юристом. Бабушка говорит, что если деревянную игрушку у изголовья держать, все беды человека стороной будут обходить. Иду, иду, иду. Сейчас. Галь, привет. Привет. Ты мне вчера обещала денег одолжить, 50 тысяч. Ну, Тамарочку, внучку, на море отправить. А-а-а. Совсем забыла. Вот недаром говорят, старость не радость. Ты сейчас здесь подожди, а я приду. Да не торопись. Я подожду, соседка. Ладно, я сейчас. А где деньги? Галь, я твой плач в коридоре слышала. Что случилось? Ты не ушиблась? Деньги украли. Я все накопления в доме держала. На доме с речкой копила. А теперь их нет. Да ладно. Ну, может, ты в банк отнесла и забыла. Нет. Я банкам не доверяю. Я их вот в том шкафу держала. Галь, ну, кто их мог украсть? Ты одна живешь, гостей не водишь. Надо в полицию идти. Нет, нет. Не надо в полицию. Я боюсь. Ой, Люда, Галь, это какой. Галь, Галь, ну ты чего? Галь. Галина Сергеевна мечтала выйти на пенсию и купить дачу. Деньги на домик своей мечты она копила много лет. Банкам женщина не доверяла и хранила деньги дома. И вот деньги пропали. Галина Сергеевна не знала, на кого думать, ведь она была одинока. В полицию она идти побоялась. От соседки Галина Сергеевна узнала о бабушке и поехала к нам за помощью. Здравствуйте. Даже я не знаю, как к вам правильно обращаться. Баба Нина вроде как неудобно. Мы же с вами почти ровесницы. Нины и зови. Я вижу, из-за денег ты ко мне приехала. Крупную сумму у тебя украли. Да. Я пять лет назад теткину комнату продала. Она мне в наследство достала. И решила еще денежки подкопить и купить себе домик у речки. Я о нем почти всю жизнь мечтала. И пока в силе работаю. Платят мне неплохо, и я экономлю. Вот и получилось скопить. Почти полмиллиона было. Еще бы чуть-чуть, и я бы купила домик у речки. Деньги я дома храню, у меня никто не бывает. Я и не проверяла свой тайник уже давненько. А тут соседка в долг попросила. Мы с Людой в одном доме живем. Отказать вроде как неудобно. Я полезла за деньгами, а их нет. Только одни старые носки да колготки. Я специально их так прятала, чтобы никто не нашел. А их нет. Я в полицию не пошла. Зарплату мне грязными платят. А сейчас это вроде как нельзя. Оштрафовать могут. Да еще и пришлось бы объяснять, откуда деньги такие. Вот я и побоялась. Поэтому и приехала к вам за помощью. Вы мне поможете деньги найти? Я деньги вот в этих клубочках хранила. В каждом по 10 тысяч. Нельзя деньги рядом со старыми негодными вещами держать. Есть такая примета. В доме деньги только в специальной коробке хранить можно. А если в вещах, то это к потерям. А я и не знала. И что же мне теперь делать? Я так мечтала свой домик купить. Я вижу, деньги ты вернуть еще можешь. Но для этого тебе нужно квартирантов к тебе пустить. Квартирантов? Зачем? Я человек одинокий, мне и одной хорошо. если хочешь деньги вернуть, то сделай, как я велю. Да я даже не знаю, где этих квартирантов искать. По объявлению страшно. Еще вдруг последний из дома вытащит. Никого тебе искать не надо. Сами найдутся. А ты попробуй с ними подружиться. Но если другого выхода нет, то сделаю по вашему совету. спасибо вам, Нина. До свидания. Галина Сергеевна очень хотела вернуть свои деньги, но желающих снять у нее комнату пока не было. Квартирантов к себе пустить. Я думала, бабушка укажет, как грабитель найти, а пустить в дом чужих людей, это же какой стресс. Мало ли, кем они окажутся. Ну, если прилично, не так страшно. Ну, я, например, себе такого не представляю. А самое интересное, бабушка сказала, что искать квартирантов не надо, сами объявятся. Вот сиди и жди. Ведь еще неизвестно, кто объявится. А вдруг придет, как твоя Тамара, и что? Да, Тамара не самый лучший вариант. Безответственная, никого не слушает. Да еще встречается с каким-то целыми днями со мной, с матерью скандалит. Сил уже нет. Я уйти никуда не могу. Я же с ними живу. Дочка меня содержит. Да уж, разбаловала Маша твою Тамару. Вот и выросла, ни к чему не приспособленная. Учиться не хочет, женихается. Ой, и что за молодежь пошла? Маша ей с детства многое позволяла. Ну, не все ж такие. Ну, да. Он у моих хозяев. Дочка отличница, родители ее в пример ставят. А твоей Тамаре за ум надо браться. Знаешь, сколько я с ней говорила? Все бестолк, она никого слушать не хочет. Ну, тогда и не лезь, пусть мать воспитывает. Ночью Галину Сергеевну разбудил звонок. Неожиданно к Галине Сергеевне пришла внучка ее приятельницы Тамара. Бабушка сказала, что вы комнату сдаете? Да, собиралась сдавать. А тебе что, жить негде? У меня есть парень Витя, а матери он не нравится. Но у нас, понимаете, с Витей все серьезно. Мы любим друг друга и решили жить вместе. он уже из общаги съехал, приехал к нам с вещами. Мать такой скандал закатила. В общем, не пускает она Витю к нам. Ему теперь негде жить. В общежитии и так комнат не хватало. Его место сразу заняли. Он меня теперь точно бросит. Я ему обещала, что мы будем жить вместе, как семья у меня. Понимаете? А что в итоге? Я от матери такого не ожидала. Бабушка сказала, что вы квартирантов искали. Если вы еще никого не нашли, может, вы нас спустите? Мы с Витей оба работаем, мы платить сможем. Я, конечно, все понимаю, но нельзя было это утром сделать. Утро, вечер это мудренее. Да и мать может передумать. Она не передумает. Да я бы пришла утром, но Вите негде ночевать. И я после такого с матерью жить не буду. Внучка соседки Тамары никогда не нравилась Галине Сергеевне. Но сейчас она вспомнила совет бабушки и поняла, что это и есть те самые квартиранты, которых ей нужно к себе пустить. Ладно, иди за своим Витей, только смотрите, чтобы без всяких фокусов. Галина Сергеевна, спасибо вам огромное. Вы не переживайте, мы вас ничем не обременим. Я тогда сейчас зовите сбегу, он в подъезде, у подъезда меня ждет и сразу к вам. Хорошо, а я пока пойду комнату подготовлю, только зря заранее не сказали, я бы хоть прибралась. Да не переживайте, сами все уберем. Спасибо вам большое, спасибо. Ладно, иди. Витя и Тамара поселились у Галины Сергеевны. Прошла неделя. Витя оказался добрым и покладистым парнем. Он помогал Галине Сергеевне по дому, и она не могла нарадоваться на своих жильцов. Этот торшер у меня уже без дела полгода стоит. У тебя просто золотые руки. Да ну что вы там всего пару проводков соединить? Все равно спасибо. Галина Сергеевна, я после сервиса собираюсь в магаз заехать. Вы напишите список что нужно. Вы сами себе покупаете. А я справлюсь. Я экономлю и стараюсь покупать там где подешевле. Что вы будете сумки таскать? Напишите список. В конце концов денег я с вас не возьму. И едите вы немного, и комнату нам сдаете дешево. И вообще если б не вы, мы бы с Тамарой жили бы на вокзале. Ну да, на еде-то я конечно экономлю. А вот от Славкова никак не могу отказаться. Галина Сергеевна, я ей к чаю куплю. Пишите список. Мне хочется сделать вам приятный. Ну ладно, уговорил. Правда это не очень удобно, но если ты так хочешь... Я жду список. Спасибо. С Тамарой у Галины Сергеевны сложились самые прекрасные отношения. И ей не терпелось рассказать про это соседке. Галь, я поражаюсь. Откуда у тебя столько энергии? Ой, да мне так проще. Если перестану шевелиться, совсем с ног буду валиться. Моя внучка тебе не досаждает? Ты знаешь, я очень удивлена, но Тамара и Витя просто прекрасная пара. Не скандалят, по дому мне помогают. Я вообще не понимаю, почему твоя дочь так против Вити настроена. Он хороший простой парень. Да они из-за него постоянно скандалят. Если бы я знала, я ни за что не посоветовала Тамаре к тебе идти жить. Что знала? Так, ты давай не тем не рассказывай. С Витей что-то не то. Галь, извини, мне неприятности не нужны. Если он тебе нравится, пускай живет. Извини, мне идти надо. Галину Сергеевну очень взволновали слова Людмилы Игоревны, и она решила сама поговорить с Тамарой. Но молодежь вернулась домой уже поздно ночью. С утра Галина Сергеевна была настроена на серьезный разговор. Ребята, я бы хотела с вами поговорить. Галина Сергеевна, я на сервис уже опаздываю. Если это не срочно, то вечером я в вашем полном распоряжении. Ладно, беги на работу. Все, давай, до вечера. А, о чем вы хотели поговорить? Тамара, я не привыкла лезть в чужие дела. Но мне все-таки очень интересно, а почему твоя мама так против Вити настроена? Ой, да ей никто не нравится. Она хотела, чтобы я в институт поступила, парня с вышкой нашла. А Витя не из таких. Вот ей не нравится. А вы почему спрашиваете? Я на днях твою бабушку встретила, и она мне сказала, что Витя не так прост, как кажется. А почему не пояснила? Вот я и пытаюсь узнать. Ой, да не слушайте вы их. Единственное, в чем Витя виновата, это в том, что он слесарь, а не бухгалтер. Так что не берите в голову, мне уже на работу пора. Ешьте бутерброды, а то заветрится. На следующий день Галина Сергеевна отправилась к своим постоянным клиентам на уборку, но там сломался пылесос. И Галина Сергеевна отправилась к себе домой, чтобы взять свой. Женя, дочка хозяев, пришла к ней, чтобы помочь отнести тяжелый пылесос. А это Женя вызвалась мне помочь. Давайте я вам помогу. Чего вы будете тяже таскать? Ой, спасибо, Витя, он действительно такой тяжелый. А это Витя, он со своей девушкой у меня квартиру снимает. А ты где учишься? У тебя такое лицо знакомое? Нигде, я автослесарем работаю. Закончив уборку у клиентов, Галина Сергеевна отправилась домой. Заходя в дом, она услышала плач Тамары. Галина Сергеевна была очень напугана. Она подумала, что Витя обидел девушку. Тамарочка, что случилось? Почему ты плачешь? Это лучше вы нам объясните. Что объяснить? У нас пропали деньги, много. Я премию получила, они лежали у нас в комнате и теперь их нет. Я у вас никаких денег не брала. Я вообще в вашу комнату не захожу. Да, тогда где же они? Мы целыми днями на работе, а вы только три раза в неделю на уборки ходите. Вам приходил кто-то? Нет. Я, конечно, никого не обвиняю, но деньги не могли сами испариться. ты знаешь, у меня тоже недавно каким-то загадочным образом пропала крупная сумма. Прямо мистика какая-то. Да вы врете, ничего у вас не пропадало, вы специально так говорите. Тихо, Тамара, Тамара, подожди, не психуй. Надо во всем разобраться. Надо понять, куда могли бы деться деньги, если никто из нас их не брал. А ты что, в полицию пойдешь? Нет, я разберусь сам. Но если вы знаете, где наши деньги, лучше бы вам их нам вернуть. Тамарочка, да неужели ты думаешь, что это я? Да я бы никогда... Надеюсь, что это не вы. Нина, я не понимаю, что вы мне за совет такой дали. Все стало только хуже. Своих денег я не нашла, да и у квартирантов деньги пропали. Я не понимаю, как такое возможно? Да и в квартире все на своих местах. Если бы кто-то был, я бы заметила. Я и не знаю, что теперь думать. Квартиранты меня подозревают, да и правильно, на кого еще им думать? Я вижу, все идет так, как должно быть. Скоро ты сможешь свои деньги найти и чужие найдутся. Просто надо немного потерпеть. Я-то, конечно, потерплю, а вот ребята, ну, если ничего другого не остается, будем ждать. Спасибо вам, Нина. До свидания. Что же вы никак новый пылесос не купите? Это же не дело все время мою к вам таскать. Галина Сергеевна не понимала, как ее бездействие поможет вернуть деньги. Она решила довериться бабушке и ничего не предпринимать. Я вот много читаю про разные необъяснимые явления, про ясновидящих, призраков и все такое. Интересно, они правда существуют? Ну, про призраков я не знаю, никогда не видела. А вот с одной ясновидящей я даже знакома. Вы видели настоящую ясновидящую? И что, она правда все видит и знает? Да, баба Нина разное видит и как говорят, иногда какие-то советы странные дает, но она никогда не ошибается. Вот, например, пропали у человека деньги каким-то мистическим образом из закрытой квартиры, а баба Нина говорит, ничего искать не надо, само найдется. И я думаю, найдется. А это у кого деньги пропали? У меня и у моих квартирантов. Да ладно, ужас какой. И много пропало? Много. Но баба Нина сказала, заявлять в полицию не надо, сами найдутся. Значит, и не надо в полицию, все правильно. А то ослушаетесь советы и ничего не сбудется. Вот и я так решила. А как там Витя поживает? Такой хороший парень мне понравился. А у Вити девушка есть. Ну не жена же. Да, Тамара пока ему не жена. Но у него все нормально, он много работает, на сервисе целыми днями пропадает. Хороший и работящий парень. А что же он в институт поступать не стал? Неужели на его сервисе так хорошо платят? Я в его кошелек не заглядывала, но думаю, что хорошо. Он парень рукастый, клиентов у него много, а поступить он и потом сможет. Ну да. Утром в квартире Галины Сергеевны раздался звонок. Она была удивлена, ведь квартиранты были дома, а гостей она и ребята не ждали. А вам кого? Добрый день, я ваш участковый. Виктор Нестеров здесь проживает? Да, а что случилось? Мне нужно сопроводить его в участок. Витя, тут к тебе участковый пришел. Виктор Нестеров, у меня постановление от следователя, вы должны пройти в участок для допроса. И в чем дело? Проводится проверка заявлений граждан. И что, мне сейчас с вами пройти? Да, это будет лучше для вас. Ну, хорошо. Галина Сергеевна, кто приходил? Я слышала мужской голос. Где Витя? Пришел участковый и забрал Витю с собой. Как же они достали уже чуть что сразу Витя. А он ни при чем, он никому ничего плохого не делает. А почему ты так реагируешь? Он что, часто на допросы уходит? Да, потому что он судимый. я просто в замешательстве. Витя оказался преступником. Значит, это он. Нет, ты все не так поняла. Да, вижу, парень совершил преступление, квартиру ограбил и был за это наказан, срок отсидел. Но к старому Витя возвращаться не хочет. Теперь я понимаю, почему Люда не хотела говорить мне правду про него. Кому же охота рассказывать, что его внучка встречается с преступником, пусть и бывшим? Иногда нужно оступившемуся человеку поверить. Это ему на правильный путь вернуться поможет. но не все на это способны. Так, я не понимаю. Это Витя мои деньги украл и Тамарины тоже. Он как ушел с участковым, его уже три дня нет. И Тамара куда-то исчезла. Мать с бабушкой себе места не находят. Ты сама все скоро узнаешь. И мой тебе совет. Ты Витю с Тамарой оставь у себя жить. Своей семьи у тебя нет, а с этими людьми ты и сама счастлива будешь и их счастливыми сделаешь. А если Витя ворту, кто мне деньги вернет? Подожди три дня. А на третий день тебе нужно из дома утром уйти и вернуться ровно в два часа дня. Тогда все и выяснится. А теперь иди. Вижу, не свидимся больше. Хорошо, спасибо вам, Нина. Но если через три дня ничего не решится, пойду в полицию. прошло три дня. Утром Галина Сергеевна по совету бабушки уехала из дома и до двух часов дня гуляла по городу. К назначенному времени Галина Сергеевна вернулась домой. А ты что здесь делаешь? Я уже третий день квартиру караули и наконец-то нашел вора. Ну что, попалась воровка? Не получилось у тебя на меня свою вину скинуть? Она у вас деньги украла и побоялась, что вы пойдете в полицию. Ее поймают. А потом и про меня узнала. Узнала, что я уголовник. Даже запрос в полицию сделала. А потом написала заявление участковому, якобы от жильцов. А когда участковый пришел проверять меня и вызвал меня на допрос, там-то все и выяснилось, я-то чистый. Как же так, Женя? Ты же ведь из хорошей обеспеченной семьи. А откуда ты могла узнать, что у меня есть накопление? Я слышала, как вы как-то маме рассказывали про то, что комнату продали и что на дом копите. Мама у вас еще спросила, в каком банке вы деньги храните. А вы ей сказали, что банки это опасно, денежки надо при себе держать. Какая наглость. И как-то раз, пока вы у нас убирались, я взяла ключи от вашей квартиры и сделала копию в мастерской. Где вы прячете деньги, я не сразу нашла. Но я не торопилась, приходила несколько раз. У вас в подъезде меня все знают, я же часто с вами хожу, помогаю, то одно принести, то другое. В итоге я деньги нашла. А потом у вас появились жильцы, и я решила ограбить их. Они бы на вас подумали. А что ты сейчас здесь делала? Ну вы же сами сказали, что Витя много работает, клиенты, заказы. Но я и подумала, что заработанные деньги он тоже дома хранит. И ты вот это так просто мне рассказываешь. А что? Ему никто не поверит. Он уголовник, сидел за квартирную кражу. А я студентка, отличница, с хорошими характеристиками. Чем докажете? Дура, я весь разговор на телефон записал. Отдай сюда. Чуть-чуть-чуть. Угомонись. Угомонись. Смотри, давай так. Значит, либо мы сейчас разговариваем с полицией, либо ты сейчас нам все возвращаешь. Да сейчас. Я это так просто не оставлю. Я все расскажу твоим родителям, кого они вырастили. Дрянь! Пожалуйста, только не говорите родителям, я все отдам. Просто я так хотела за границу уехать после института, а мама против. И без денег бы у меня ничего не получилось. Ну где я столько возьму? На первое время много надо. Действительно, нужны деньги, грабь соседей. Сейчас мы пойдем к тебе, и все. Полиция арестовала Женю. Ей грозит тюремный срок. Деньги Галине Сергеевне она вернула. Та сразу купила себе домик у речки. Витя и Тамара собираются пожениться. А пока помогают Галине Сергеевне отремонтировать ее дом. Бабушка говорит, что нельзя деньги в вещах хранить. Это к большим потерям привести может. Деньги Галине Сергеевна Не отвалится? Не должна. Хорошо бы еще квартиру отремонтировать и мебель применять. Да? А эту куда? А эту на дачу. А то, что на даче, отдадим кому-нибудь. Ну да, да. Хорошо бы мебель новую, ремонт хорошо бы к ней. И квартиру новую еще, да? Только на все деньги нужны. Алло? Петр Степанович Завадский? Да. Он сам, и кто его спрашивает? Старший следователь Черных Андрей Владимирович. Четвертый Заволжский отдел полиции. Ваш сын Олег Завадский сейчас у нас в отделении. Что случилось? Он задержан за драку. Вот кретин, а. Твой сын опять попал в полицию. Да, я сейчас приеду. Только вы это, не говорите ему. Пусть посидит, попереживает. Ну, скажите, что не дозвонились. Спасибо. Он меня в гроб загонит. Что он опять натворил? Подрался. То драка, то дебош. А сколько ж он не будет нервы мотать? Послушай, может, его не забирать, пусть посидит, подумает. Пить, ты что? Ну, жалко ж. жалко жалко. Он нас с тобой жалеет. Петр Степанович был честным и порядочным человеком. Он уже долгое время находился в счастливом браке и был практически всем доволен в своей жизни. Кроме одного. Его взрослый сын Олег совсем отбился от рук. Петр Степанович принимал различные меры, но ничто не приносило должного результата. Тогда он поехал к нам в деревню. Я всю жизнь на производстве работал. А тут с приятелями решили бизнес открыть. Небольшое дело, но, знаете, всяко лучше, чем ничего. Деньги на бизнес у меня есть. Я давно еще квартиру матери продал, а деньги отложил. А потом подумал, ну что они без дела лежат, правильно? Это все хорошо. Но вижу, про другое ты приехал спрашивать. Да, верно. Я волнуюсь, просто не знаю, с чего начать. Вижу, что на самом деле сын тебя волнует. Это да, верно. Всю душу с матерью в него вложили, а он вот шалопаем вырос. И ничего вот сверхъестественного я ему не навязываю, но должен человек элементарные вещи делать. Работать, например. Ему 21 год, а он только деньги из нас тащит, прожигает все, а потом в неприятности влипает в разные. Вижу, из полиции ты его недавно забирал. Да, верно. Он подрался, отец тут же побежал выручать. Вечно его отмазываю, да, видимо, только хуже этим делаю. Ты успокойся. Чаю выпей. Это хороший отвар. Да. Спасибо. Холодный уже. Ты, стало быть, хочешь знать, как сына перевоспитать, правильно? А иначе какое его будущее ждет? Я даже не знаю. Подвинь мне свою чашку. Вижу в том, что происходит с твоим сыном, ты сам виноват. Да, виноват, разбаловала его. Нет, не только в этом дело. Тумана вокруг твоей семьи много, всего не разобрать. И обман вижу. Какой обман? В следующий раз, когда ко мне поедешь, вещи из дома привези, я тебе тогда больше сказать смогу. А пока в тумане все. Аня, проводи гостя. Спасибо. До свидания. До свидания. Что за тайны такие? Люд, со временем ты все узнаешь. Ну, я прошу тебя, не отвлекай меня своими разговорами, ладно? Черт. Ну, вот опять сбился. Заново все начинать. Жена Людмила не знала о том, что Петр Степанович планировал открыть свое дело. Петр Степанович не хотел говорить жене, потому что собирался сделать сюрприз, когда все приготовления будут завершены. Всем привет. Что у нас на завтрак? Яичницу будешь? Это что такое? Что? Ты себя в зеркало видел? Иди умойся, приведи себя в порядок. Мало того, что он просыпается, когда захочет, так он еще к столу вышел, не пойми, на кого похож. Да я все равно дома. А, ну да, я забыл. Ты же у нас не работаешь, тебе торопиться никуда не надо. Пап, только не начинай, а? Что не начинай? Ты работу искать будешь? Или ты будешь у нас с матерью всю жизнь на шее сидеть? Тунеядец. Я с кем разговариваю? Да отстань ты от меня. Ах, я к тебе еще и пристаю, ты на меня еще и голос повышаешь. Разбаловал я тебя. Так, ну теперь с этим покончено. Отныне я тебя из кутузок больше вытаскивать не буду. И денег от нас с матерью ты больше не получишь. Ой, да и не надо. Достали уже пугать. Ну а завтрак? Нотациями сыт. Ну ты мог ему дать хотя бы поесть, а? Вот когда заработает, пусть тогда и поест. Пусть все. Дорогая, это, между прочим, твое воспитание. Ты с ним носишься, как с трехлетним. А я потом бегаю, унижаюсь, вытаскиваю из кутузок и денег даю, чтоб на него дело не завели. В тот день Олег ушел из дома. И вот уже двое суток он не давал о себе знать. Его телефон был недоступен. Петр Степанович и его жена стали не на шутку переживать и принялись активно разыскивать сына. Ну и что делать? Не знаю, что делать. Я уже всех обзвонил. Ну и не знаю, ну звони в полицию. Давай больницы обзванивать. Да не переживай ты так. Это он нас наказывает. В полицию я точно звонить не буду. Меня там уже все знают. Стыдобище. Ну ты пойми, если что-то произошло, они нам сами из полиции позвонят. Ну если случилось что-то? Ну, Миленька, ну что случилось? Ну, Олег здоровый, лопнул. Ну, Петя. Ну что Петя? Ну что ему, нянька что ли? Взрослый мужик. Ну хорошо, я сейчас, подожди. У меня есть один телефончик, я позвоню. Помнишь, у него друг был старинный, Игорек. Они что-то в последнее время не общаются, ну мало ли. Алло. Игорек, привет. Это Петр Степанович. Да, да, да. Олега, Олега отец. Слушай, ты не в курсе, где наш шаболтус, может быть, а? А, а вот так у Лили? А ты случайно не знаешь адресок, телефончик этой Лили. СМС-ки пришлешь. Спасибо, Игорек, спасибо. Ну что, я право оказался. Он знает, где наш шаболтус. Он какой-то Лили ошивается, какой-то Лили живет. Не знаю, что за Лили. Сейчас поеду, разберусь сейчас. А, вот СМС-ка. В тот же день Петр Степанович поехал по адресу, который узнал от друга Олега. Но в квартире Лили сына Петра Степановича не оказалось. Но было что. Он два дня назад попросился переночевать. А где он сейчас? Я не знаю. Он вчера ушел, и больше я его не видела. А вы меня не обманываете? Вы откуда друг друга знаете? Общие знакомые познакомили. А вы Олегу кто? Девушка? Давно встречаетесь? Лили, что с вами? Это что, из-за Олега? Да не переживайте вы так. Да я и не переживаю, чтобы он вообще сгинул, скотина. Он попросился переночевать. Ну, я и пустила. А потом... А потом... Что потом? Он меня изнасиловал. Что? Так. А вы кому-то говорили? В полицию сообщали? Нет, мне стыдно. Да что ж ты такой? Он что, совсем озверел паршивец, а? Ну, он просто попросился переночевать, потому что с вами поругался. Но я и пустила, пожалела. Не надо было. Так, Лиля, мне неудобно это говорить, но может быть, мы с вами как-то как-то попробуем замять это дело. Это вот вам за моральный ущерб. Шутите? Да мне больше удовольствия доставят, если его посадят. У меня больше нет с собой. Тогда это ваши проблемы. Хорошо. Может быть, я потом еще принесу? 50 тысяч хватит? Я обязательно с Олегом разберусь, я вам обещаю, вы только, я вас очень прошу, в полицию не заявляйте. Хорошо, дело в том, что если его посадят, то его мать, она просто не переживет этого. Я обязательно с ним разберусь, я вам обещаю. Хорошо, я подумаю. Петр Степанович вернулся домой злой. Он и подумать не мог, что его сын может совершить что-то подобное. Я бреду слоя этого подонка! Петь, Петь, ну успокойся, пожалуйста. Ну, может быть, сначала поговорим с Олегом. Ну, а вдруг это какое-то недоразумение? Ты же с ним-то не говорил? Люда, ты понимаешь, что ты говоришь? Какое недоразумение? Почему ты его все время оправдываешь, а? Фух, я бы хотел с ним поговорить. Ну, где он? Ищи, свищи его. Если кто-то из знакомых узнает об этом, я сам куда-нибудь сбил. Какой позор, Давай поговорим с этой Лилией. Ну, давай с ней договоримся. Я с ней уже поговорил. Я ей заплатил 15 тысяч и обещал больше, что она в полицию не пойдет, что никому не скажет, что молчать будет. Ну, где гарантия, что она слово свое сдержит? Ой, сына, сына, какой же ты дурак. И между прочим, если дело до полиции дойдет, я пальцем не шевельну, чтобы его вытащить. Петя! Это твой сын! Петя! Ладно, давай успокоимся и потом поговорим. Мне сейчас бежать надо. Несмотря на проблемы в семье, Петр Степанович был вынужден думать еще и об открытии собственного бизнеса. В тот день он должен был встретиться со своим компаньоном Борисом. Что, опаздываем? Да так, дома задержали. Извини, Борь. Нам помещение одобрили, а ты пропал. Кстати, на днях нужно деньги вносить за товары и аренду. Я помню. Я свою долю уже внес, так что теперь твоя очередь. Борь, никаких проблем нет. Ты не переживай, деньги будут, они есть. Мне просто одно дело решить надо. Что-то серьезное? В общем, с сыном проблема. Что, опять фестивалит? Да Петя, очнись! Такое дело затеваем, ну! Раскрутимся там, глядишь, его к себе подтянем. Я тоже об этом думал. Слушай, давай кофейку где-нибудь попьем, поболтаем. Ну, пошли. Пошли. Да я такого от Олега не ожидал. Мне жаль девушку, но денег я ей дать не могу. Мне бизнес открывать надо. У меня обязательства. Да и где гарантии, что она в полицию не пойдет? Что мне делать, баба Нина? Ты мне принес вещи из дома? Да, сейчас. Это блюдце у нас под мелочь. Хорошо, сгодится. Я ей дал 15 тысяч, а она говорит, что мало. Я ей пообещал больше, чтобы время потянуть. Где я дал промах? Почему у меня сын таким разбойником вырос? А вот теперь из-за него Лиля пострадала. Это Лиля врет. В смысле? Не насиловал ее никто. Олег твой ее и пальцем, вижу, не тронул. Так что никаких денег ей давать не надо. Зачем же она тогда обманула? Сам у нее спроси, если хочешь. Этого я не вижу. Ну, так это же хорошо. Как камень с души упал. А где же тогда Олег? Этого пока тоже сказать не могу. Все еще тумана много. И как узнать? Потерпи. Постепенно правда раскроется. Спасибо за помощь, баба Нина. Тем же вечером Петр Степанович поехал к Лиле, чтобы выяснить с ней отношения. Принесли деньги. Издеваешься? Спокойнее, мужчина, вы не дома. Ты зачем моего сына оговорила? Отвечай! Я сейчас полицию вызову. Я сам полицию вызову! Ты зачем на людей клевещешь? Я сейчас закричу! Ты зачем сказала, что Олег тебя изнасиловал? Этого ведь не было? Мне просто деньги нужны были. Тихо, тихо, тихо. Я-то здесь при чем? Ну, когда вы пришли, я сразу поняла, что вы деньги предлагать станете, чтобы шумиху не поднимать. Ну, вот и... Вот ты прохвостка. А кто вам сказал, что ничего не было? Олег? Вы нашли его? Неважно, кто сказал. Что у вас здесь вообще произошло? Да ничего, он просто переночевал и исчез. Куда? Я не знаю. Не ври. Я правда не знаю. Пожалуйста, уходите, я вас боюсь. Ты мне сначала деньги верни. У меня их нет. Как это? Я их потратила. Ух ты. Пятнадцать тысяч так быстро. Молодец. Ладно. От Лили Петр Степанович вернулся поздно вечером. Он был рад, что Олег никого не насиловал. Но Петр Степанович до сих пор не знал, где находится его сын. Сначала по делам ездил, а потом к Лиле к этой. И что? Ну, как что? И то, не насиловал ее Олег. Так она же говорила. Врала. Вот дрянь, а. А где Олег? Не знаю, она не знает. Я уже сам волноваться стал. Извини. Еще, еще. Да, дружище. Угу. Ну что, нам все одобрили. Отлично, отлично. Готовь свою часть суммы. Завтра будем оформлять первую сделку. Ты знаешь, у меня все готово. Жму руку. Да, я как штык. Ага. Ну, тогда до завтра. До завтра салют. Ага. Пока. А кто это звонил? Ты чего такой довольный? Со временем ты все узнаешь. На следующий день Петр Степанович собрался отвезти компаньону свою часть денег для совместного бизнеса. Петр Степанович был человеком простым и не доверял банкам. Поэтому хранил деньги от продажи квартиры дома в тайнике. Вот где-то смылся и все деньги прихватил. Однако и это место оказалось ненадежным. Коробка, в которой Петр Степанович хранил деньги, была пуста. Петр Степанович подозревал, что это дело рук его сына. Только я успокоился, что Олег не насильник, так он, оказывается, не лучший. Вор! Деньги украл, которые я на бизнес хранил. Мне сегодня партнеру моему Борису долю отдавать надо, а денег нет. Пришлось передоговариваться. Ты успокойся. Да как тут успокоишься, бабушка? Мне деньги вносить надо. Я за Олега сначала переживал, искал его. А теперь понимаю, что он развлекается на мои деньги где-то. И домой не торопится. Уродец! Руку дай. Ты криком делу не поможешь. Только хуже себе сделаешь. Да знаю я, как мне Олега найти? Как у него деньги забрать, пока он все не потратил? Помогите, бабушка. Свои сбережения назад ты уже не воротишь. Как? Спокойнее. Сам виноват. Да почему? Что я такого сделал? Ты деньги где попало хранишь. Мелочь в плюце. А крупную сумму в ванной держал. Нельзя деньги в ванной хранить. Утекут сквозь пальцы. Не воротишь. Примета такая. Ну я же не знал. Вот теперь запомни. Но тебе о другом думать надо. Сын твой вижу в опасности. Да что с этим шалопаем сделается? Погибнуть он может. Совсем худо ему. Опять куда-то в лес. И как мне его найти? Я уже все перепробовал. Я уже всех друзей обзвонил. Не там ты искал. Потому и найти не мог. Вижу узнаешь где сын. Если жена тебе правду расскажет. Люда? Она что знает где Олег? Нет. Но подсказать может. Если правду тебе расскажет. Спасешь сына. А если не признается. Навсегда его потеряешь. А теперь ступай. Сына спасай. Времени у тебя мало. Хорошо. До свидания. Слова бабушки не на шутку взволновали Петра Степановича. Он сразу же поехал домой для серьезного разговора с Людмилой. Рассказывай, чего я не знаю. Петя, ты чего такой нервный? Петя. Наш сын в опасности. А что с ним? Петя! Я не знаю. Но я уверен, что это связано как-то с тобой. Я не понимаю. Что ты от меня скрываешь? Люда! Говори, чего я не знаю. Говори! Я не знаю, как это может быть связано. Я не знаю. Говори, я разберусь. Я хотела тебе сказать, Петя. Я... Я тебе изменила. Когда с кем? Это было три года назад. Это я много работала. А я была одна. Я все время была одна. Его зовут Федор. Но это было пару раз. А потом он что-то сделал. Его посадили. И вот сейчас он вышел и нашел меня. Я... И ты опять с ним переспала. Петя, я не хотела. Я не хотела. Петя, он меня заставил. Вот не ожидал я тебя такого. Петечка, простите. Люда. Петечка, ну прости. Признание жены шокировало Петра Степановича. Он хотел выяснить с ней отношения. Но помнил слова бабушки о том, что должен спасти сына. Петр Степанович не понимал, как была связана измена жены с исчезновением сына. При чем тут наш сын? Я не знаю. Где ты встречался с этим Федором? У него дома. А ну, вставай, быстро покажешь. Поехали. Давай, бегом, быстро! Петр Степанович и Людмила сразу поехали к любовнику Людмиле Федору. Да кто ж тут тарабанит-то? Вы не знаете, где ваш сосед? Федя, что ли? Федя, Федя! Знаю. А вы кто такие? Из полиции? Практически. Так где он? Так он уехал. Нет тут никого. Куда уехал? Да откуда ж я знаю? Что же я за ним? Слежу, что ли? Смотрю в глазок. С чемоданом его ходит. Ну, думаю, уезжает. Может, на заработки. А телефон его есть у вас? Нет. Но у меня есть ключи от этой квартиры. О, его мать-покойница просила за кошкой поглядеть, покормить ее, когда лежала в больнице. А Федя сидел. Ну вот мать-то умерла, а ключи у меня остались. Десите, давайте быстрее, быстрее. Вот. Так только покажите мне документы, документы. Некогда. Жизнь человека в опасности. Олег, сын, а ты живой? Ой, что случилось? Ой. Скорую вызывайте. Ой, ой. Сейчас, сейчас ты живой. Ой, живой. Что случилось, сынок? Кто это сделал? Федя. За что? Я пришел к нему проучить за то, что он к тебе приставал. А он меня битый отходил. Откуда ты узнал? Я вас видел как-то раз вместе. Он тебя за руку тащил, а ты сопротивлялась. Он тебя в машину затолкал. Я ему не успел сразу в морду дать. Я его выследил. Зачем ты к нему полез? Когда ты к нему пришел? В среду. Так, а деньги мои куда дел? Какие деньги? Да не брал он твои деньги. Это я взяла. Я хотела от этого мерзавца откупиться. Вот и откупилась. Он твоему сыну по голове дал, а сам с деньгами скрылся. Почему ты мне сразу все не сказала? Вставай. Вставай. Так, не ругайтесь. Да не будем, сынок, не будем. Ты у меня молодец, настоящий мужик. За честь матери вступился. Ой, ну что здесь вызвало скорую? Он живой, самое главное. Спасибо. Держись, сыночек, держись, дорогой. Пошли потихонечку, давай. Ты мой хороший. Петр Степанович нашел в себе силы простить жене измену. Олег после этого случая взялся за ум, устроился на работу и подает большие надежды в компании, где работает. Петру Степановичу не удалось открыть свой бизнес, но он не отчаивается. Бабушка говорит, что нельзя деньги в ванной прятать. Это плохая примета. Они утекут, как вода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова